Всем привет, дорогие друзья! Вышла долгожданная бетка игры Синдика Айрдрайв на Андроид. Это подарочек вам на Новый Год от разработчика. Что еще сказать? Ну, конечно же, самое главное, с Новым Годом вас, дорогие мои друзья! Всего самого наилучшего вам! Всего хорошего! Здоровья вам и вашим родным! Чтобы ваши кошечки и собачки жили очень долго, счастливо, улыбались, говорили с вами, типа, как они вас любят. Что еще? Чтобы мир был над головой везде и всегда. Что еще? Больше игр, чтобы тянуло на ваших телефонах, на самых ультрах. Ну и как бы, ребята, что еще? Блин, берегите себя! Всего вот прям вот прям вот все, что есть в мире, чтобы у вас все было. Так что, а-ля Вью, погнали смотреть на эту новую бетку Синдика Айрдрайв, потому что разработчик добавил много сего. Где скачать? В Телеграме у разработчика. Ссылочка в описании. Так, главное меню, все понятно. Нажимаем Play, выбираем карту PhotoRoom. Для чего? Для того, чтобы посмотреть на новые машины. И потом уже выберем Polygon, Crash Test Polygon. Там уже будем врезаться и я вам покажу некоторые новые функции. Так, а Falcon? Так, серия, серия. Это я уже показывал. Виктория Форта я уже показывал. Марк 2 тоже показывал. ZIL 130 показывал. И вот, ребята, три новых автомобиля. Это баги. Погнали по порядочку. Вот такой вот, ребята, брутальный баги. И, возможно, сейчас самый внимательный зритель заметил новые кнопочки. Но, наверняка, еще не понял, для чего они нужны. Но, ребята, сейчас я покажу вам все новые тачки. И потом мы с вами посмотрим на эти новые функции. Баги очень крутой. Посмотрите, какие колеса, подвеска, кузов. Ммм, шоколадка. Так, возвращаемся с вами назад. А гольф, ребята. Это стоковый гольф. Посмотрите, какой красавец. Газпоу и поехали. Также в этой карте фотором практически вообще никогда не лагает. Потому что нету, по сути, текстур, зданий и тому подобное. Так что здесь вы можете протестировать любой автомобиль, пофоткаться и тому подобное. Или даже заспавнить несколько автомобилей и врезаться друг в друга. Допустим так. Это стоковый гольф. Это гольф тюнинг. Опа-ня. А что зависает, пожалуйста? Ну, короче, будем так листать. А, вот, все нормально стало. Так, гольф тюнинг. Отличная моделька. Удаляем. И последняя новая машина. Это УАЗик. А тут, ребята, очень много модификаций. Смотрите. Первый УАЗик. Модель первая. Посмотрите. Бомба, да? Вторая моделька. Тоже суперская, да? Ё-моё, какой же он красавец. Третья моделька УАЗика. Бездорожье. Внедорожник. Так, четвертая моделька. Экстрим оф роуд. Посмотрите, какие огромные колеса. Переедет абсолютно любого. Так, вот такой вот УАЗик. И последняя моделька УАЗика. Вот такая вот. Ну что? Теперь все удаляем. Нажимаем глав на меню. Нажимаем play. Краш-тест. Полигон. Выбираем что-нибудь новое. И я сейчас вам покажу новые крутые функции, что разработчик сюда добавил. Так, допустим, давайте выберем гольф. Обычный стоковый. Пожалуйста, не лагай. Нет, все нормально, да? Да ты что? Все нормально. Нет, чуть-чуть есть, а? Ну, это, ребята, всегда, все временно. Потом бац, и все хорошо становится. Ладно. Пока что так. Нет, я хочу... Во! Наконец, ребята, все стало хорошо. Так что, прежде чем писать типа КВМ, у меня лагает, вы делаете так, как я. Ползунок туда-сюда, туда-сюда, и вы найдете 60 фпс, и потом уже спокойненько играете. Да, это трудновато постоянно так делать, но... Кто хочет, тот сможет. На карте появились новые объекты. Поищите, ребята, сами. А сейчас я вам покажу новые функции. Вид от первого лица. Реально, ребята. В этой игре есть вид от первого лица. Смотрите, вид от третьего лица, вид от первого лица. Это не приближение камеры туда-сюда. Это специальная камера переключается, которая на вид от первого лица, либо же на третье лицо. Это круто, да? Также, наверняка, вы спросите, а почему руль не крутится? Ребята, если руль бы крутился, то повреждения вы получили бы ужасные. Поэтому руль не крутится, чтобы он как бы деформировался. Вот так вот. Бум! Видали? Деформировался. А если бы он крутился, он бы не деформировался. Не двигался. Да, я что сказал? Следующая кнопочка, это получается сета спавн. Типа, выбираете точку и спавните там автомобиль. И также, разработчик добавил офигенную функцию выходить из автомобиля. Представьте, да, это вот я, аниме герл. Теперь я могу ходить, могу прыгать, могу быстро бежать, садиться. Могу скрыть весь интерфейс. Вот так вот, смотрите. И потом уже делаете красивые скриншоты. Такая функция была у нас, а свободная камера, да? Чисто мы с вами летали по карте, смотрели. Ну, а теперь мы с вами выходим из автомобиля, смотрим на нашу тачку. И даже можно сделать вот так вот, смотрите. Садимся. Разгоняемся на гольфе. Стоки. Разгоняемся, разгоняемся. И выпрыгиваем из автомобиля. Так, ё-моё, вон она. О, ба-бах, ребята. Гольфик врезался. Прикольно, да? Так что, можете экспериментировать, смотреть, как вам будет интереснее поступить с этими новыми функциями. Ё-моё, бедный гольф. А чё, ты поедешь, интересно, нет? Едет, ребята, живучий какой, а. Car change, это получается смена автомобиля. Допустим, если на карте два автомобиля, ты спав... О, ну, как бы ты переключаешься между этими автомобилями. Теперь давайте удалим его и выберем что-нибудь другое. Допустим, баги. 60 фпс, идеально, свободная камера. Ой, вид от первой леса. Разгоняемся. Сейчас максималочку выжмем. И попробуем быстренько выпрыгнуть и посмотреть, что получится. Так, так, вы готовы, дети? Да, капитан, выбегаем. Так, куда ты улетел? Вон туда. Фу, поехала баги. Ну, короче, ребята, повреждения она не получила, потому что просто тупо... Ну, вот так вот подлетела и хотела дальше поехать. Если я бы газ давил, а я же не давил. Ускоряемся. Так, а нет, она, ребята, что-то получила. Да, видали, нагнулся как. Хорошо, удаляем автомобиль и давайте одну модель УАЗика протестируем и будем завершать обзор этой бетки игры Syndicate Drive на Android. Подарочек на Новый год от разработчика. Напоследок, что я хочу вам сказать. Ну, как бы еще раз с Новым годом. Хочу, чтобы вы хорошо его провели, чтобы он запомнился вам. Чтобы 2023 был самый лучший для вас. Это все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok